Трудно, конечно, сказать, что это после проигрыша. Положительно много отрицательных моментов. Не выполнили тренера установку. Пытали разыграться маленьким. Колман и Хилов, Гассенгейм. Вначале вроде нормально играли, потом делись на индивидуальные какие-то броски, проходы. Игра не получилась в 2-й погоде. Что ты видишь? Уражение химика. Далее разыграться маленьким игрокам. Они не выполнили тренера. Была установка, что если кто-то пропустил сразу фолл, то как мы умеем играть грубо и жестко, как мы показали это с Кремрогом. Сегодня у нас этого не получилось. Вопрос от игроку тоже. Андрей, можно? Да. У меня есть вопрос такой. Что для тебя лично означал этот матч? Все мы прекрасно знаем, что в прошлом сезоне ты играл за ПК Одессу. Теперь уже химик. Что для тебя означало это дерби? Самое главное это победа команды. А что лично там я испытывал? Такого нет. Нет, но хотелось конечно выиграть и показать какую-то игру, сделать полезное команде. Как бы особо ничего не означало. Спасибо. Еще вопрос от игроку, пожалуйста. Андрей, по ощущениям Одесса сильнее тебе показалось, когда ты в ней играл или сегодня? Или на уровне? Даже я не знаю, что вам сказать. Но исполнителей можно как бы сравнивать, что в том году, что в этом году. Посмотрим по окончанию сезона. Еще есть вопросы от игроку? Спасибо. Нет, спасибо. Спасибо. Теперь, Слава Александровна, по-моему, что произошло в второй половине? Понятно. Что произошло в второй половине? Фух. Я не могу сказать игрок. Ну, Каличенко сказал, что не выполнили установку. Я не могу сказать, что они не выполняли. Видно было, что стремились и старались, но что-то не получилось. Во-первых, конечно, да, почувствовали игру эти три игрока. В первую очередь, Коман. И это, естественно, передается уверенность всей команде. И потом, то, что не уверен, не очень начал в игру, потом все забил. Получилось так, что и он еще, плюс к этим маленьким игрокам, которые разрывали нашу оборону, еще и большие помогли. Очень полезно и уверенно сыграл гуртовой. Не знаю, сколько он забил. Но его очки, 12 очков показали. Ничего такого. Нельзя сказать, что он что-то супер сыграл. Но вот эти средние нас добивали, конечно, со всех сторон. Получалось так. И периметр забивал, и из-под конца много добивали. Ну, что можно сказать? Еще, я не знаю. Основное, конечно, проиграли подбор. Подбор очень много проиграли. И, видите, потом пошли в полы быстро, в третьей четверти. Сложно было защищаться против маленьких. Все, были бонусы. Вот такая ситуация. Конечно, для меня неожиданный такой результат. И тоже второе такое крупное поражение после кубковой игры на Кипре. Ну, ничего. Я так думаю, не хотелось бы так проигрывать, но так случается. Сегодня Одесса во многих компонентах была сильнее. Пусть по протоколам видно, что и проценты не очень хорошие, но видно было, что были увереннее, были как-то жестче, были, как сказать, настроены не так, как по-мужски были настроены. У нас были где-то временами, если заметили, по-моему, «Андражда». Вот такое могу сказать. Давайте, может, что-то. Вопросы? Михаил Юрьевич, мне интересно узнать, влияют ли на вашу команду такие дальние вояга, вот как во вторник вы на Кипре играли? То есть было видно, что в конце матча вы более вялыми смотрели, чем в Одессе? Я скажу, более вялыми смотрелись не потому, что вояж, хотя это тоже у нас сложнейший был перелет, не буду вдаваться подробностей, но действительно само путешествие было тяжелое. Но вы понимаете, когда уже минус 20, поэтому вялось было. Когда минус 25, какая там свежесть. Тем более, как сказать, молодежь там вышла, игроки, проигрышная ситуация, как сказать, опять же, откуда взяться энергия. Я уверен, была бы ровная борьба, было бы 5-10 очков, и в энергиях у нас было, и все было. Хорошо. А вы настраивали своих подопечных как-то по-особенному? Ведь уже полтора года они встречались в официальных матчах «Химикс» с Одессой, не было в дерби, и вот наконец-то. То есть, вы говорили какие-то такие слова, которые по сравнению с другими матчами? Абсолютно. Абсолютно не говорил. Просто настрой был как можно решительнее сыграть. Это, возможно, получилось. Нет, настраивается как на обычную игру, потому что, еще если перенастроить в такую игру, то будет еще хуже. Многие сыграли в свою силу, но получилось так не все. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Дмитрий Владимирович, как вам сегодня букер? Можете сказать, что он вошел уже в команду, и вот, если я не ошибаюсь, третья четверть, то нижний подряд у него такой четкий паспорта идет? Да, да, да. Мы отрабатывали это движение, но, как сказать, странно, что оно получилось три раза. Пусть он разобралась с Одессой немножко, я думал. Так, естественно, он помогает, он делает свою работу, и к нему претензий нет. Но, видите, букер здесь ни при чем. Здесь при чем вся команда, и в том числе, видимо, я не нашел какие-то моменты. Как можно уйти от этих, как сказать, плюсов, от веса этой скорости и этой, как сказать, попадучести? Можете так сказать? Ну, как думаете, в будущем он еще наберет? Крис? Да. Должен, я думаю. Вся команда, как мы можем играть лучше. И Крис, когда его неплохая игра, ну, думаю, может он лучше сражить. Там потом, может, на фоне усталости, были потери нелепые, когда у него вдруг мяч падал. Может быть, поэтому. Должен, должен, может. А что Вы скажете с поводу того, что Андрей Гахонов за весь матч сделал всего три подбора? Три подбора? Значит, хорошо ставили спину, мне так кажется. Много вариантов и объяснений этому. Лучше о Гахонова спросить. Но это не его игра. Мы помним, что он в этой игре делал и 15 подборов в игре. Он делал 15 подборов в этом сезоне. Правда, один раз, это, к сожалению. Но вот какое-то видео о спад. А у нас спад особенно лидерам не позволен. В данной ситуации нам спад не позволен. Но тяжеловато не приходится. Есть еще вопросы? Конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.